Мы с вами на прошлой лекции рассматривали различные взгляды и различные отношения к тому, кто является Иисусом Христом. Много точек зрения мы посмотрели с вами, немножечко проанализировали. И всё-таки главный-то вопрос остаётся – а в чём дело? Чем объяснить, что вот уже две тысячи лет продолжается самое активное неприятие Христа и борьба именно с Ним? Это же удивительно! Разве буддизм не возник за 500 лет до нашей эры? Разве он не имеет распространения достаточно всё-таки широкого? Разве индуизм не раньше буддизма? Сам буддизм являлся только реформацией своего рода индуизма. Да и другие религии то же самое. Воймите мусульманство, воймите Мухаммеда. Нет, мы в истории не видим такого неприятия, которое замечаем в отношении Иисуса Христа. В чём причина? Одна из причин, которые, как мне кажется, можно достаточно легко всё-таки увидеть, заключается в том, что мы, люди, настолько глубоко погружены вот в эту плоскую жизнь, жизнь, так сказать, полуживотного существования. Почему полу? Ну, потому что животное не имеет такого разума, какой имеет человек. А человек, имея, кажется, и разум, которого не имеют животные, тем не менее, все основные свои стремления организует и ощущает, и переживает именно только в плане вот этого краткого мига земного существования. И вот этот миг земного существования, он, оказывается, поглощает, буквально поглощает не только сознание человека, но и все его чувства, и все его стремления. Это, конечно, бесспорный факт, который мы наблюдаем. Причём этот факт, к сожалению, господства в человеке, именно вот этого, я бы сказал, животного начала, оно выражается не только в каждодневной жизни, можно сказать, всех людей, ну, почти всех, но выражается даже и в формировании религиозного учения, формировании самых различных религий. Если мы обратим внимание на языческие, так называемые, религии, или их называют ещё иногда народные религии, или ещё называют естественные религии, то мы можем там увидеть, что действительно весь, в общем-то, центр и устремлённости человека, даже в плане, кажется, религиозном, сосредоточен вот на этом миге, миге, вот сейчас, чтобы было хорошо. И во имя этого даже создаётся целое мировоззрение, целая система мысли, настоящее религиозное движение, формируется целой религии. Язычество просто как один из классических образцов, где всё построено на культе, если хотите, плоти, за немногими исключениями. Такая языческая, ну, не религия, а псевдорелигия, как буддизм, кажется, исключает эти вещи. Есть и некоторые системы даже в индуизме, как веданта, например, тоже обращают очень большое внимание, кажется, на духовную или умственную сторону человеческого существа. Но я вам скажу, что это очень ничтожная часть. А основное направление, подавляющее, которое широкой волной идёт всю историю человечества, это направление, это жизнь, только эта жизнь. И быстрее хватать, что можно из этой жизни схватить, потому что завтра тебя, может, не будет. Или завтра ты потеряешь. Но в конечном счёте тебе придётся всё отдать. Смерть неминуемо поглощает каждого человека. Ещё раз повторяю, некоторые задумывались над этим, понимали, что что же ловить? То, как тень! Человек бежит за своей тенью, и ничего не получается. Изо всей силы пытаются её догнать. Хватает, а она уходит от него. Это вот одна из причин, которая заставляет нас понять, почему Христос неприемлем. Потому что Христос говорит то, о чём так прекрасно сказал апостол Павел, мы не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. Но не только это. С этим идеей сопряжено и другое. А именно, если мы говорим о внехристианском сознании, то всё его внимание обращено на исключительно внешнюю деятельность. Забыто самое ценное в человеке – это его душа. христианство всё внимание обращает на чистоту души именно. Под этой чистотой души подразумевается ничто иное, как, если хотите, всё состояние человеческого духа, то есть направленность его мысли, его стремления, его цели, те задачи, которые он ставит перед собою. Проще сказать, выражаясь языком аскетическим, это борьба со всем тем злом, который, когда мы видим в других людях, мы возмущаемся. Мы говорим, во, занощивый! Во, гордец! Во, муче славный! Ух, самолюбивый! Ух, к нему не прикоснись! В других просто великолепно видим! А ведь это в каждом из нас живёт! Только проявляется в каждом человеке при разных ситуациях и по-своему. В каждом! И то, что мы видим в других, что вызывает у нас возмущение, обманщик, лжец, вор! В себе не замечаем христианство. Вдруг говорил человек, оказывается, мы в настоящем состоянии, который мы называем нормальным, в нашем настоящем состоянии являемся больными. И эта болезнь вот в чём проявляется прежде всего. Христианство призывает человека обратить внимание на свой внутренний мир. Именно внутренний мир. И борется, и призывает человека за чистоту этого внутреннего мира. Христианство утверждает один из великих, я вам сказал, величайших законов бытия человеческого. Какой это закон? Оказывается, внутреннее, духовное состояние человека определяет в конечном счёте, почти полностью, надо сказать, а, может быть, можно сказать и полностью, определяет не только всю его внешнюю жизнь, но определяет и характер его связи с другими людьми, характер его воздействия на других людей. В конечном счёте, можно сказать, что именно духовное состояние человечества определяет не только просто эту его деятельность, его жизнь, но определяет то, чего не знает мир. Сами природные изменения, изменения самой природы, в которой мы живём, окружающего мира. Обратите внимание, что говорил Христос в Евангелии, когда ученикам говорил о том, что будет перед концом мира, когда предупреждал – смотрите, не поддайтесь, если вам скажут – там Христос, или здесь, или в тайных комнатах, не верьте, заранее предупреждаю вас! Кстати, вот те, которые сейчас ищут Христов, то Гробового, то Виссариона, то Муна, ищут, где Он. То, что при этом-то Он сказал, обратите внимание, это же... Мы часто пропускаем очень серьёзные вещи. Он сказал, что в силу оскудения любви в людям произойдёт катастрофическое увеличение самих природных катаклизмов, не только межчеловеческих, когда Он сказал, будут войны, мятежи и так далее. Ну и что ещё дальше, что говорит о самих природных изменениях? Землетрясения, моры, там, ну, в общем, всякие природные катаклизмы. Обратите на это внимание! Это закон, вы слышите? Это часто вас могут спросить. Но при чём тут? Смотрите, что творится! Невинные люди гибнут от наводнений, от каких-то ураганов, тайфунов, не знаю, от всяких этих вещей. Что такое? Почему это? Что случилось? Где же Бог? Ответ! Есть действительно закон! Закон! Как вот природные законы, обычные законы, так и здесь закон, который, к сожалению, мы просто или не знаем, или игнорируем, а не христианский мир и не знает его, что, оказывается, духовное состояние человека, народа, общества, человечества определяет и характер, если хотите, природной жизни, окружающей природной жизни. И поэтому, когда Христос сказал, когда придёт Сын Человеческий, то найдёт ли и веру на земле, то при этом и говорит, что будет перед концом мира. Он сказал, одним из признаков наступающего конца и перечисляет эти вещи. Всегда они были? Да, всегда были! Человечество никогда не было свято! Никогда не было свято! Но жили в отдельности! Само общение людей между собой носило характер такой частный! А теперь? Теперь всё! На Соломоновых островах произошло где-нибудь какое-то событие, уже весь мир знает! Какие-нибудь гадости там опять выложили, и весь мир может смотреть! Происходит заражение друг друга! Буквально заражает, как, знаете, бацилла проникает всюду! И поэтому теперь уже... А теперь мы видим удивительные вещи! Я не знаю, обращаете внимание или нет, только и знают! Сто лет такого не было! Сто тридцать лет такого не было! Никогда не было зафиксировано такого явления! И непрерывно! По крайней мере, пятьдесят лет не было! Вы слышите, что происходит! Причём происходит это буквально вот одно за другим, как волна за волной идёт! О многом это говорит! И мы можем понять это с христианской точки зрения. Как? Потому что мы видим, какая идёт, я бы сказал так, деморализация человечества, оскотинивание человечества! Нет, оскотинивание слишком слабо! Это слишком слабо! Это всё... Нет, идёт о сатанине буквально! Потому что такие гадости, которые теперь расплажаются, которые пропагандируются, которые захватывают, если хотите, буквально, по крайней мере, наш цивилизованный мир, то это просто уже не назовёшь это каким-то животным! Нет! Это уже буквально дьявольщина! Я не могу просто вам даже рассказать, например, ну, это неудобно просто рассказывать, что происходит, например, в Германии, что там делается вот с этой так называемой ювенальной юстицией, чего заставляют под подросточкам 10, 12, 13 лет, мальчикам и особенно девочкам, чего делать только? Я не могу рассказывать просто! Причём, если родители вздумают протестовать или лишаются лишаются родительских прав или отправляются в тюрьму. Насильно! И послушайте! Это под флагом непрерывного набата свобода, свобода, свобода личности! Слышите, свобода! Как, знаете, как дьявольская насмешка, свобода! Родители не могут воспитывать своего ребёнка в той морали, которую они считают наиболее правильной, в той религии, которую они считают истинной. Это поразительно! И этим охвачена Европа! Вот когда я вам говорил, что почти во всех европейских странах идёт гонение, буквально гонение на христианство, в европейских, где культ, кажется, свободы и где она попирается самым постыдным образом. Итак, первая причина, почему христианство, я бы сказал, Христос, гонится, преследуется в мире, это по той простой причине, что Христос говорит о первичности божественного начала в человеке. Человек богоподобен, а не скотоподобен, и тем более не дьяволоподобен. К этому призывает христианство. Поэтому Христос стал поперёк, буквально всего этого ужасного мира. Он стал врагом номер один. Это выразилось и в идеологиях, и в религии. Посмотрите, для иудеев – это мессия, иудеи – избранный народ, все прочие, извольте погоряться. Для не-иудеев, эллинов, как говорится, помните, Август, император, который даст хлеба и зрелищ, правда, даст уже всему миру, даст, всем народам. Вы слышите, что и всё, больше ничего не надо. Какие ценности ещё? Культ плоти. Не тело, не смешивайте, не тело, а плоти. В греческом языке эти два слова различны. Есть сома, есть саркос. Так, плоти. Под плоти подразумевается не тело, а подразумевается вся совокупность, совокупность, я бы сказал, жизненных направлений человека, устремлённых исключительно на земное благополучие. Это плоть. Если хотите, то в плоть входит не только, поэтому не только тело, а входит и всё то, что связано и с нашей душой поверхностной, психи, в отличие от духа. Психи – то, что присутствует и в животном мире. Посмотрите, животные, как они понимают, какие у них сильные инстинкты, как они находят лучший способ приспособления к окружающей жизни. Но человеку дан ещё разум. Так вот, Христос, Он взывает к духу человеческому, призывает именно к первичности духовного начала. Почему призывает? По очень простой причине. Потому что там, где именно дух будет главой, главой, там будет благочеловечества, благочеловека. настоящее благо. Причём, благо уже здесь, здесь, в этой жизни, не говоря уже и о той вечности, к которому предназначен человек. Вот это одна из, и, пожалуй, центральная идея, почему идёт такое извращение образа Христа, о котором мы с вами говорили в прошлый раз, и идёт борьба против Него, непринятие Его. Он враг. Он враг этого мира. Вы слышите? Почему в первые века христиан открыто просто гнали и всё? Или как у нас, начиная с 17-го года, что только делали? когда Игумен Никон Воробьёв прочитал книгу Солженицына «Один день Ивана Денисовича», где он описывает о том, как он сидел в тюрьме, и все, когда читали, ахали, охали, он, знаете, что сказал? Видно, Солженицын сидел на каком-то курорте, а не в лагере для заключённых. Это это назвать курортом. Какие ужасы переживали в эти годы! Ещё хочу сказать об одном моменте, который прямо связан с этим. Вам придётся и постоянно мы с этим будем сталкиваться, вы будете обязательно это переживать в своей жизни. Вот мы говорим дух, дух и дух. Определить, что это такое, то есть словесно выразить, ну, невозможно. Так же, как словесно невозможно выразить, что такое любовь, что такое напротив кротость, смирение, мы можем указать на некие внешние признаки, а словами описать состояние духовное невозможно же. Ну, не опишешь радость, ну и что такое радость? Да. Описать-то это невозможно. Так вот, так вот, первичной реальностью бытия мира является дух. Правда, совсем не в буддийском смысле слова, совсем не в ведантийском веданто, индуистском смысле слова, совсем нет. Этот первичный дух мы именуем Богом. Бог – это не существо какое-то плотяное, а это дух, который невозможно не пощупать, не увидеть, не услышать обычными нашими органами чувств. Но это есть первичная реальность. И это реальность, которую человек может ощущать. Опять ощущать чем же? Тем же духом, который в нём. Так все основные события, происходящие в мире и в жизни каждого человека, и в жизни общества, они все связаны в конечном счёте по существу с противостоянием духов и в самом человеке, и дальше. Идёт духовная борьба в самом человеке. И вы обратите внимание, как сходятся часто люди. Кажется, совершенно разные люди, чужие люди, и вдруг так они сходятся, становятся или друзьями, даже вступают в брак, любят друг друга и напротив подчас кажется, очень близкие совершенно не выносят друг друга. Нет буквально никакого контакта. Вот есть человек, с которым вы будете в контакте, а с другим нет. Ой, вы знаете, как много значит дух? Иногда вот неприятие и всё. Посмотрите, какое было неприятие Христа, какое его отвержение? Не тот дух совсем. Ещё бы, то есть дух святой, а то есть дух прямо противоположный. Именно Христос, который является Сыном Божьим по Божеству Своему, это же дух, какой, божественный дух, он был и есть и остаётся противником своего рода, препятствием своего рода от другого духа, который устремлён прямо к противоположным целям и началам жизни, прямо к противоположным. Если хотите, это есть главная причина, почему Христос не принят, не принимается, в конце концов будет отвержен всем человечеством и возвеличится тот, кто чисто внешним, насильственным, лукавым, обманным путём покорит себе человечество. Если Христос для спасения людей оказал такую любовь, что поразительно, он, который мог представить двенадцать легионов ангелов, добровольно идёт на такие страдания, такие жуткие страдания, что, зная это, молится даже Отцу, если возможно, пронеси мимо меня эту чашу, ибо человеческая природа, ну, ей противно смерти, мучению, это естественно, это возглас вот самой человеческой природы, то противоположное начало, напротив, использует силу обман и коварство для подчинения себе всех и вся. И результат очень интересный, очень интересный результат. Пока есть ещё элементы любви, этого божественного духа в людях, мир стоит, как только окончательно уже угаснет это, или почти угасит, когда, наконец, все воскликнут мир и безопасность, на конец мы достигли, никакого Христа нам не нужен, вот он, Христос, кто дал нам всё благо земное. Апостол Павел пишет удивительные слова. «Когда скажут мир и безопасность, тогда внезапно постигнет пагуба». Как сеть найдёт она на землю, на лицо земли? Интересно, всюду подчёркивается внезапность, катастрофичность того, что произойдёт. Ну, мы знаем, что природные явления бывают такие, когда действительно катастрофа наступает сразу. Помните извержение Везувия? Помните, сколько погибло, засыпло пеплом? Вы подумайте, такой валил пепел, что уже никто не мог никуда убежать. Всё! Все слепли, все погружены, засыпало буквально людей. Но это маленький только образ. Здесь же внезапно постигнет пагуба всё человечество. Что произойдёт, это мы можем гадать. Предположений очень много, особенно учитывая современные научные и технические достижения. Тут, может, вариантов бесчисленное множество. Но не об этом речь. Я хочу сказать, что Христос – Он несёт Божественный Дух. Христос – Бог и человек, конечно, надеюсь, вы понимаете. Я говорю, в каком смысле? Он несёт Божественный Дух. И потому Он неприемлем для Духа противоположного. Вот главная причина и искажений образа Христа и прямой борьбы против Него. Я сказал и искажения, и мы с вами ещё поговорим, у нас с вами будет просто отдельный разговор о тех искажениях ничего-нибудь о самой христианской религии. Слышите? Само христианство, когда оно было дано, кажется, вот оно, драгоценность, но оно мне не нравится. Оно присваивается совсем не к тому, что мне хочется. И какие мы видим искажения происходят в христианской вере, в сознании тех людей, которые являются христианами именно. Я не говорю о них христианах. Какое искажение именно христианства у верующих людей? Оно произошло и происходит это искажение не только на том уровне, когда мы говорим, что возникли целые конфессии, то есть исповедания христианские, подчас глубоко отличающиеся от православия, но даже и в самом православии эти тенденции очень сильны. И они выражаются в целом ряде поразительных фактов. Но об этом мы с вами будем говорить отдельно, потому что эта тема в высшей степени важная, потому что мы, кажется, вот православные, всё, православие, всё понятно, что ещё нужно. И даже не обращаем подчас внимания на то, какие, я хотел сказать, подводные камни. Да нет! Надводные, но почему-то они воспринимаются не как камни, а как приятная морская волна, в которой мы купаемся. Слышите, такая хорошая волна! А на самом деле мы об этом с вами поговорим. Вот так. Это то, что касается наших с вами разговоров, которые уже мы вели с вами в прошлый раз и о чём, так сказать, забывать не стоит. Конения, кстати, всё усиливаются. Как только не посмотришь, всё сильнее и сильнее. Да. По подсчётам, по некоторым подсчётам, в 2013 году до 17 августа на территории только одной Германии было зафиксировано 40 фактов осквернения церквей, вандализма в такой цивилизованной стране. Немцы всегда, Германия всегда говорила, что мы культуртрегеры, понимаешь, что культуртрегеры, носители культуры. Вы слышите? И что происходит? И по всей Европе это идёт. Даже в цивилизованном мире. Ну, а там я не говорю о тех, о Ближнем Востоке, об Африке, о Южной Азии, что там. Там и говорить нечего. Там вообще идёт какой-то... Кто-то поджёг факел, буквально. Всё же было нормально. Вот, буквально до недавнего времени, вы же знаете, буквально до недавнего времени всё было более-менее благополучно. Так, иногда отдельно. А сейчас начался шквал, буквально. Как ураган какой начался. просто поразительно, что происходит. Ну, хорошо, друзья мои. Это вот то, что мне хотелось сказать в качестве подведения итога наших с вами разговоров о том, кто такое Христос. А теперь мне хочется поговорить по вопросу, который непосредственно связан с этим, так сказать, логически связан, но который является насущным для нашего времени. Суть его вот в чём. Вот мы говорим о Христе. Видели, какие искажения Его образа. Видели, какое различное отношение к Нему. Кажется, поговорили о причинах этого искажения. Если взглянуть, то мы видим не какие-нибудь причины внешнего порядка, а по существу даже причины, касающиеся самого Духа человеческого. И вот в связи с этим, тем большее вызывает удивление и даже изумление, когда сейчас всё с большей настойчивостью, которая усиливается день от дня, ведётся буквально пропаганда, причём из недр, не просто каких-нибудь там языческих религий, а уже из источников самых, я бы сказал, значимых в христианском отношении современного мира. Из христианских источников идёт идея, пропаганда идеи, что во всех религиях один Бог. Все поклоняемся одному Богу. Слышите? Вот мы только сейчас с вами говорили, дух совсем разный, устремления совсем разные, и вдруг теперь один Бог во всех религиях. Причём эта идея пропагандируется не просто так словесно, нет, она оформляется на уровне международных конференции. Но мало этого, кто участники этих международных конференций, кто источником их является? В 1986 году папа Иоанн Павел II – это один из пап, ну, мягко сказать, один из самых худших пап по крайней мере XX века, который столько наделал, принёс вреда христианству, что просто приходится удивляться только. Поэтому его со всей силой пропагандируют, как, не знаю, уже его, по-моему, биотифицировали даже, хотя требуется, по крайней мере, 25 лет. Уже находят чудеса от него, уже чудеса, уже фиксируют, когда этот папа, Иоанн Павел II объявил и совершил создание конференции, международной конференции из представителей всех религий, каких только можно найти на земном шаре. Эту конференцию он собрал в Ассизе в 86-м году, и там были все, ну, почти, наверное, все, всех, может быть, не соберёшь, но самое главное, что и сам папа возглавил это. Представители достаточно много католической церкви, кардиналов, архиереев, православные, протестанты всех направлений и прочих религий мира. Конференция была создана, как и всегда это бывает, под таким невинным благим предлогом молитв о мире. Я не знаю, в 86-м году какая-то там была мировая война, я не помню что-то. Да, что-то я не помню, забыл. Но молитв, друг, о мире. Наверное, всю историю надо молиться о мире. И никто и не спорит против этого. Всегда эти волны. Эрих Фром говорил, история человечества наполнена кровью. Это история непрерывных насилий над человечеством, людей друг над другом. Так вот здесь молитв о мире. Причём особое значение придаётся здесь на этой конференции и затем последующих конференциях ежегодных, которые проходят до настоящего времени. Особое внимание уделяется совместным молитвам, чтобы все вместе молились. На последней, на даже конференции, по-моему, уже 11-го года уже приглашались не только представители всех религий, но и атеистов, атеистических обществ. Слышите? И вот на последней конференции было даже заключено соглашение о необходимости совместных усилий в борьбе за мир. Правда же, хорошее, благое дело? Но, как всегда, кинжал носят под плащом. Зачем же сверху? Сверху слишком это очевидно. Идея какая? Идея почему вдруг, как это можно, чтобы все молились вместе? Я понимаю, ну ладно, ещё христиане, они верят во Христа хотя бы. И здесь, знаете, сколько проблем. А там-то что? все собираются и молятся вместе. Я был, уже не помню, где, в каком царстве, государстве, может быть, в Италии, не помню, но мне показывали, как зашёл в храм, в костёл. Ну, вы знаете, там алтаря нет, всё это открыто, на разрешении, и мне показывают, говорят, вот видите, вот здесь, ну, на престоле стоит там необходимый, так сказать, для совершения литургии, так? И говорят, что буддисты попросили или индуисты, не помню, убрать всё это. Что убрать? крест, евангелие, убрать, чтобы они могли здесь совершить свои молитвы. Ну, просьба их, конечно, была с удовольствием выполнена, все, они же друзья, да, и на христианском престоле, и на христианском престоле совершить молитвы, это же, конечно, замечательно, лучше не придумаешь даже. Ура! По крайней мере, мне вот так это показывали и прямо говорили. Идея, повторяю, во всех религиях один Бог, то есть один Дух, то есть один смысл жизни. Слышите? Что такое один Бог? Вы же понимаете? Один смысл жизни. Я хочу обратить ваше внимание на или лукавое, или думаю, что это лукавое, конечно. Ну, для многих это, может, непонятно, а для идеологов это очень лукавый ход. В чём он заключается? Ну, Бог же один? Ну, один, конечно. Ну, кто из христиан не согласится с этим? Да и не только христиан, а мусульмане. Конечно, один Бог. Ну, все понимаем его по-разному. Ну, да, ну, по-разному-то понимаем, ну, молимся-то Ему. Да. Ну, так в чём дело? Значит, мы все стоим перед лицом одного Бога и все обращаемся к Нему, хотя наше понимание, так сказать, его степень может носить разный характер. Всё. Точка. Правда? Прекрасно. И ничего не скажешь. С чем же мы тут встречаемся? Ой, сколько софизмов в истории мира! Боже мой! И здесь мы встречаемся с одним из именно таких софизмов. В чём же заключается? Дело вот в чём. Что Бог-то один, но в каждой религии в каждой религии свой образ Бога. Свой образ Бога. Причём этот образ Бога может не просто чем-то отличаться друг от друга, а может быть носить прямо противоположный характер, о котором пишет апостол Павел. Какое общение Христа с Велиаром? Недаром же Велиара, то есть сатану, называют противником. Противник в каком смысле? Нельзя же понимать это, знаете, по-детски, дерутся друг с другом. В каком смысле противником? В том, что если христианство призывает человека к одной цели, то Велиар прямо противоположный. Если христианство говорит о человеке, ты богоподобное существо, то Велиар говорит ничего подобного. Ты должен быть прямо противоположными свойствами. Вместо смирения – гордость, вместо любви – ненависть и так далее. это первое. Оказывается, можно молиться Богу, а можно молиться кому? Вся суть в чём? Бог-то один, но в каждой религии свой образ Бога, который, прошу вас прошу вас понять, который, то есть этот образ Бога, и является Богом для данной религии. Этот образ его, её, этой религии, является её Богом. Не он один, который есть дух, и которому мы не можем выразить никаким ни словом, ни понятием, а образ этого Бога, который присутствует в данной религии, в данном веровании, и является Богом. Вот, что является Богом для каждой религии. Причём, скажу вам даже так, даже так, что в самом христианстве, даже в самом христианстве, как Христос называется, образом Бога невидимого, помните, апостол Павел особенно, сияние славы и образ ипостаси Его. Вы слышите? Сам Христос является образом Бога невидимого. В каждой религии свой образ. Почему и христианство называется не просто теизмом, а христианством, утверждая при этом... Что утверждаю? Что Христос, именно Христос явил адекватный, то есть подлинный, настоящий, истинный образ Бога невидимого. Вот, оказывается, в чём дело. Поэтому каждая религия имеет своего Бога. Вы теперь поняли, в чём софизм? Вот той идеей. Бог один. Ну, мы все по-разному представляем, но мы все обращаемся к нему. Нет! Не к нему мы обращаемся, а к тому образу Бога, который сформировался в данной религии, который дан в данной религии. Образу этого. Вот. А этот образ, может быть, какой? Апостол Павел пишет, но я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам. Слышите? Разве афиняне, римляне, египтяне, ассирийцы? Разве поклонялись не Богу? Апостол Павел пишет, бесам, а не Богу. Разве одному Богу? Ничего подобного. Оказывается, совсем не одному. Множество Богов, ровно столько, сколько религий. А может быть, и больше. Потому что и в каждой религии, как мы знаем, особенно мировые религии, если возьмём, они же в результате исторического процесса, посмотрите, как они разбились, как они разветвились, как они распались, сколько, сколько образовалось у них новых, новых совершенно направлений, которые дискутируют между собою и которые действительно подчас принципиально отличаются друг от друга. Этот вопрос, друзья мои, является для настоящего момента нашей жизни, нашей исторической жизни, очень важным. Важным почему? Ну, во-первых, эта идея, что один Бог во всех религиях глубоко ложная, глубоко обманная, это надо всё-таки, это надо понимать. Во-вторых, именно в силу этого обмана, откровенного обмана, когда говорят, что Велиар и Христос – это одно и то же, и мы поклоняемся все одному – Богу, во-вторых, эта идея прямо ведёт человеческое сознание к признанию того, где всё будет смешано добро со злом, того, кто сам себя объявит Богом, не будучи таковым, и кто, наконец, объявит все антибожественные, а они будут антихристианскими, так называемыми ценностями, будут объявлены настоящими, настоящими, великими человеческими ценностями. Вот в чём опасность этой идеи. Вот, как я вам говорю, на одной из последних конференций в прошлом, по-моему, году, там была папа, она проходила тоже в Асизе, а проходят сейчас они в эти годы в разных городах Европы и Соединённых Штатов Америки, был Бенедикт XVI, был Константинопольский патриарх Варфоломей присутствовал, наш митрополит присутствовал, Александр, да, и другие деятели, да, различных, англиканской церкви, старокатолической, лютеранской и так далее. Ну, это всё христианские конфессии, но присутствовали и деятели других, всех других, вплоть до самых таких, ну, мы скажем, грубых языческих культов. И они там присутствовали, и вместе молились Христу и Вильяру. Вот это действительно торжество! Это же торжество! Вот так, друзья мои, с каким вещами мы сейчас соприкасаемся. Скажу вам, что эта идея, хотя сама по себе не новая, эта идея, но кем она, кем она провозглашалась, эта идея? Людьми, человеком, которые не имели фактически никакого авторитета в мире. Впервые, если хотите, может быть, так громко была эта идея заявлена, была заявлена, пожалуй, знаменитым йогом Рамакришной. А её бросил, так сказать, в мир очень активно, с огромной силой его ученик, то знаменитый ученик Вивекананда. Изречение этих людей чрезвычайно любопытно. И это будет прекрасной иллюстрацией того, что из себя представляет эта идея. Но я просто сейчас пока говорю. Значит, идея, хотя сама по себе кажется не новая, она, так сказать, присутствовала, но она, в общем-то, мало звучала. Ну и подумаешь, какой там Вивекананда, ну и что? Ну где-то отдельная группа. Теперь эта идея на уровне, вы слышите, Папского престола. А если говорить по существу, то многие, например, считают, политологи, что в конечном счёте Папа Римский является фигурой номер один на идеологическом фронте мира. Он, Ян Павел II, организует это. Это тот, Ян Павел II, который впервые за всю историю христианства, в частности, западного христианства, приехал в римскую синагогу и там обратился к иудеям, для которых Иисус Христос лже-мессия. Вы наши старшие братья! И всё это под флагом какой? Толерантности! Толерантности, дружбы! Он совсем, наверное, смешал. Одно дело, человеческие отношения действительно должны быть толерантными, действительно должны быть дружественными со всеми, независимо от их убеждений. И другое дело, сфера религиозная, сфера мировоззренческая, где должно быть очень строгое отношение, где не может быть никакого компромисса между Христом и Вильяром. Всё подменивало, вы слышите, происходит подмена! Вот на каком уровне Иоанн Павел II начал, Бенедикт XVI продолжил. Я думаю, что Франциск не останется в стороне, конечно. Сделает всё возможное в том же направлении. И это... Видите, какая сила! Едут все туда! Не могут, наверное, не ехать даже! Не могут! Едут! Хотя, правда, никто пистолет не представляет! Вот, видишь, какая сила идеологическая! Ну так, а что же проповедовали этот Рамакришна, Вивикананда и прочие идеологи? Очень интересные вещи! Я кое-что просто выписал чуть-чуть вам, ну, чтобы вы имели представление, что... каково направление их идей. Вот, например, коснёмся индуизма, как одной из древнейших религий мира. Один из его идеологов, Ашок Ананда, чему учит? Наша индивидуальность угасает по мере роста нашей религиозности. Слышите? Очень любо... Вы слышите, какая идея? Друзья, вы должны вот сейчас быть уже, так сказать, понимать вовсю. Наша индивидуальность угасает по мере роста нашей религиозности. Для того, чтобы понять это, я скажу, что говорит христианство. Наша индивидуальность, наша личность возрастает по мере нашей религиозности, то есть по мере на очищение души от всякой гадости. Возрастает. Образ Божий сверкает всё с большей и с большей ясностью и чистотою. Личность, личность – это величайшая ценность, что говорит Ашок Ананда, убывает наша индивидуальность, а в чём дело? Чему же они учат? Знаете, к чему? Учат есть хороший образ, который, кстати, не наш образ, а они и сами приводят этот образ. Личность человеческая, когда она возрастает в своей религиозности, она является собою не что иное, ту соляную куклу, которая погружается в бесконечный океан Брахмы. Сильная кукла погружается в океан. Что с ней происходит? Ну, понятно, что. Разве непонятно? Но она вся там. Но кукла-то остаётся? Нет. А где она? Там. Там, но её нет. Теперь понимаете, о чём идет речь? О полном уничтожении личности. В одном из индуистских гимнов читаем. «Нет боли рождения ни я, ни ты, ни смертного, ни Бога. Я стану всем, всё станет я и неомрачённым блаженством». Но это уже... Речь идёт о ступени, которые проходят человеческое «я». О ней очень, очень, очень сильно пишут. Пишет, например, Будда. Посмотрите, что он говорит о себе. «Не ищите опоры ни в чём, кроме как самих себе. Сами светите себе, не опираясь ни на что, кроме как на самих себя. Я, говорит Будда, все знающий. У меня нет учителя. Никто не равен мне. В мире людей и богов никакое существо не похоже на меня. Я священный в этом мире. Я учитель. Я один абсолютный сам, Будда. Я добился покоя и получил нирвану». Замечательно? Если дать любому психологу вот такое вот только изречение, где непривное «Я, я, я», он скажет тут же. Ну, что ж, бедный человек, что делать? Кстати, я взял, как-то ехал в машине, смотрю, книга валяется в машине. Ой, не буду называть имени, то опять будет шум и гам. Читаю его. Книга вот такая толстая, очень известная, современная, авторитетнейшая. Он, правда, скончался человек. Ну, я начинаю его читать и насчитал на странице целых пять раз «Я». Беру другую страницу. Раза три-четыре «Я». Ещё! Я, я, я. Я говорю, слушайте, вы считаете его святым человеком, да? Чего-то у святых я никогда этого не нахожу. Это какой эгоцентризм! Весь «Я», «Я», «Я». Я не нахожу ни одного в машине едешь, Господи, смотришь. Никаких обращений к святым отцам. Но только «Я», «Я» «Я» «Встретил», «Я» «Пережил», «Я» «Сказал» и так далее. И непрерывный эгоцентризм! Один из самых ярких признаков, предупреждаю вас, предупреждаю вас, когда человек всё вокруг себя, всё крутит, весь мир. Один из самых ярких признаков знаете чего? Откровенной прелести! Но зато люди все ой-ой-ой этот человек издают какими тиражами! Всё! А там непрерывно «Я». Но я ни за что не скажу, кто это. Так вот, а что дальше Будда говорит? не проси не проси ничего умолчания! Молчание с большой буквы, ибо оно не может говорить не слышать. Слышите! Будете как боги! Я, я и я! Кстати, пользуясь случаем, вам ещё раз напомнить, хотя говорил, наверное, буду ещё говорить, будьте осторожны с теми духовниками, которые делятся своим личным духовным опытом. И сами не вздумайте ради Бога этого делать! Мы должны делиться опытом отцов, то есть истинным опытом богопознания, а не своим личным опытом. Начнём своим делиться, сами в болоте и других туда заведём, потому что когда только я своим начинаю делиться духовным опытом... Вы слышите, что это значит? Я своим опытом! Вы поняли всё? Кто я? Не надо комментариев, надеюсь? Не опытом Пименов и Сесою, Макариев и Исаакиев, Дорофеев и Антониев, а я своим личным опытом! Независимо от возраста, кстати, ну, когда молодой, это вообще просто смешно даже говорить, когда он начинает личным опытом. Да хотя бы сто лет было этому человеку, потому что мы видим, как отцы, как отцы. Это редчайшее явление, когда они говорят о себе, когда уже это просто в силу какой-то необходимости. А всегда говорят, знаю человека, как помните, апостол Павел знаю человека и так далее. Но я упомянул вам имя Вивикананде, зачитаю вам, чтобы вы имели представление немножко. Вот как он учит о человеке, вот как он учит о духовной жизни человека. «Вы чисты и совершенны, и всё, что вы называете грехом, не ваше, вы можете делать всё. Вы всемогущие. Проникнетесь сознанием своего могущества, величия и славы». Слышите, это ученик знаменитого Рамакришны. «Дай Бог, чтобы противоположное суеверие никогда не запало вам в голову. Чувствуйте, как Христос, и вы будете Христом, чувствуйте, как Будда, и будете Буддой. Единство Вселенной и вера в себя, и вера в себя. Вот всё, что нужно знать». Веданта говорит, кстати, неплохо вам знать, о чём говорит Веданта. Это самая такая популярная система индуизма Веданта. Фивикананда – это один из её учителей, гуру. И вот, послушаю, говорит Веданта. Веданта говорит, нет Бога, кроме человека. Единственный Бог для поклонения – это человеческая душа или человеческое тело. Да, в одного Бога мы верим. Да, христианство идуизм поклоняется одному Богу. Вы слышите? Вот какой образ Бога в Веданте. Вот какой образ Абсолюта, если хотите, у Будды. Что общего там найдёшь с христианством? Здесь же такая гордыня, просто иди, удаёшься! Будете как боги! Откровенно говорится! Прямо будете как боги! Да, единственный Бог для поклонения. Это человеческая душа или человеческое тело. До чего дойти? А ведь этот Вивикананда, сколько он ездил по Европе, сколько он в Америке бывал, на конгрессах, религиозных конгрессах, мировых конгрессах, как же он избивал христианство! Это убийственная, оскорбительная критика. Да и вы слышали, вот, что он говорит, чтобы никакой суеверии никогда не впало. Вы святы, вы могущественны, вы славны, и не говорите, что вы грешны. Аскет, йог. Вот сейчас очень многие увлекаются йогой, хатхой, йогой. А я бы очень советовал многим из этих людей всё-таки спросить этих своих учителей, или взять почитать хотя бы. А долго ли жили эти йоги, которые, кажется, достигали идеального здоровья? И вы ахнете! Сам Вивикананда, он что-то жил порядка до 40 лет, он дожил или нет? Как он умер в страшной позе, как говорят его ученики, он не захотел выйти из состояния самадхи в скрюченной, ужасной форме. Когда впадает вот в это состояние, которое они добиваются, этого состояния, ещё бы, это высший экстаз добивается, он не захотел и умер. Но что не захотел, это их интерпретация. действительно, потому что в этом состоянии экстаза, или, как называется, самадхи, и происходит огромнейшее напряжение всех сил, и организм, в конце концов, просто этого не выносит. Достиг величайшего блаженства. Я просто иллюстрирую вам, друзья мои, специально, я эти, привёл вам эти выдержки с тем, чтобы вы имели представление относительно вот этой идеи, с которой вы встретитесь, с которой вас будут спрашивать, и которой вам придётся анализировать и давать ответы. Один ли Бог во всех религиях? Ибо если один и тот же, не всё ли равно Христос или Будда, как вот она говорит? Чувствуйте себя, да, как Христос и будете Христом, Рамакришна, мы ещё будем говорить об этом, я, может, приведу вам его цитату, сам Рамакришна говорил, да, да, всё равно Будда, Христос, Божественная Мать Кали, это Божественная Мать Кали, если вы только посмотрели на её изображение, только в ужас придёте, это все всякие этими черепами, обвешенные клыками, да, кровавленные всё, это один из самых ужасных образов, кстати, в индуистском политеизме, это отвратительнейшее существо, и, оказывается, это всё одно и то же, это один Бог во всех религиях. Замечательно, не правда ли? Ну, вот так, друзья мои, это то, что мне хотелось сегодня вам сказать, и я бы сказал не просто сказать, а предупредить, поскольку это это всё то, с чем вам придётся соприкасаться, и о чём вам придётся говорить. Ваши вопросы, пожалуйста. Когда приходили люди, верующие к подвижникам, да, к пустынникам, например, обращались за советом, задавали им какие-либо иные вопросы, они же отвечали не по книгам, правильно? Это был экспромт, ампровизация, и они делились как раз-таки тем, что они пережили своим духовным опытом. То есть, как всё-таки, вот я хочу уточнить, просто говорить, нельзя делать собственным опытом, а с чьим делились они? Дело, хорошо, да. Дело вот чего. Вот сейчас вы меня спросите какой-нибудь вопрос, и я отвечу. Я могу цитировать, сказать, вот так говорит Исаак Сирин, так говорит Варсенуфий Великий, так Иоанн Пророк. А могу не цитировать, сказать, вот мысль такая. Ответ на этот вопрос вот такой. Так и эти подвижники, к которым приходили, они же никогда не говорили, вот я пережил вот то-то и то-то, и вы смотрите. Мы не находим никогда вот такой постановки вопроса. Опыт святых чем характеризуется? Единством. И сами они не просто говорили только на основании опыта своего, нет, а опыта своих тех учителей, с которыми они жили, которыми назидались. Поэтому это был единый опыт, но в котором я был самым последним на последнем месте. Не я это говорю, а это опыт, вот, святой опыт жизни, которым я познакомился, который мне был передан, которым я знаю, и которым чуть-чуть, может быть, и я тоже прикоснулся. Вот в этом отличие. Нет вот этого эгоцентризма, этого самолюбования, этого постоянного обращения, постоянного обращения к себе. Вот. Ну, сами понимаете, что одно и то же можно сделать в разных, я бы сказал, духовных установках. Даже подать вот человеку можно оказать помощь по очень разным мотивам. Можно действительно ради Бога это сделать. Просто по заповеди и всё. А можно, вы же знаете, по каким можно? По самолюбованию, тщеславию, человеку угодию, желанию, чтобы люди видели. Ну, масса причин, которые ничего общего не имеют с заповедем Христовым. И только один только может быть ради заповеди и то, говорят, святые. И даже здесь-то смотри, если проанализировать, и тут даже может примешиваться что-нибудь. Поэтому представьте себе, что говорили святые. Святые, они оплакивали сами добродетели свои, как грехи. Может ли человек, который видит, что из мои даже добродетели так называемые оказываются нечисты, говорить я, я, я? Единственное, что можно сказать, когда я, может сказать, может сказать, да. Вы знаете, я знаю, как сказал Сократ, ничего не знаю, но вот отцы говорят вот так. А я могу сказать, что я только вот в болоте сижу и только другим кричу, не ходите, пожалуйста, сюда, чтобы не утонуть вместе со мною. Вот приблизительно вот такой характер их обычного общения с теми, кто их спрашивал. Да, пожалуйста. Что мы понимаем под образом Божьим, какой мы представляем себе в религии, чтобы просто развести понятие между не затворить себе кумира и вот этот образом Божьим, который мы представляем в религии. Понятно, что мы, как люди, мы все очеловечиваем, то, что мы представляем, с чем мы соприказательны, мы все очеловечиваем, мы пытаемся пропустить через себя получить какой-то опыт. Действительно, мы складываем у себя образ. Богу познать не можем, но мы складываем у себя образ. Но вот как отвести это а Запад не сотворяйся в этом мире. Чем отличается православие, я бы сказал, от других мировоззрений, даже не только религии, но и мировоззрений? Тем, что мы имеем идеал человечности, который мы и можем назвать совершенным образом Божиим. Это Христос. Наш образ Божий лишь в той степени, может быть, назван нормальным, в какой степени он соответствует образу Христа. Недаром же, говорят многие, когда тебе что-то не знаешь, как быть, подумай, а как бы Христос поступил? Как бы Христос поступил? Особенно, когда связано это с моментом нарушения заповеди Божьей. А как бы Христос поступил? У нас есть критерии. И этот критерий замечательный. Это Христос сам, как образ. Это его учение, которое, так сказать, расширено, если хотите, образ. Вот, что у нас. Вне христианства мы сталкиваемся с очень печальной картиной, особенно, если возьмите мирскую жизнь. Где, это все говорят, человек, человек, это звучит гордо, человек. Ну, скажите, кто этот нормальный человек? И вот мы видим, какие представления о нормальном человеке. Вы подумайте только! Посмотрите вот сейчас, кто этот человек? Кого представляет больше всех? Кто умеет здорово гонять мяч? О! Артист какой-нибудь! Вы подумайте, какие нам идеалы! Вы обратили внимание, наградили хотя бы одного человека за святость жизни? Об этом вообще просто не говорят! Что за чушь такая? Мы за что награждаем? Вы обратите мирские ценности! Вот вам образ человечности! Что восхваляется? Что прославляется? Подумайте только! Ведь о святости нет речи! О святости жизни! В политической области вы посмотрите, что творится, когда выборы начинаются! Как эти претенденты находят всё, вскрывают всю грязь, какая есть у противника, у его соперника только! Он даже не понимает это, что он, вскрывая грязь его, обливает себя этой грязью! В чём ты копаешься в гэ этого человека? И потом хочешь стать кем? Да после этого раза можно тебя выбирать! Когда ты это делаешь? Обратите внимание хотя бы на историю Руси древнюю! Он, когда избирали на престол Михаила Романова, вы помните, но он, конечно, ещё был! Но посмотрите, как часто! Отказывались! Нет, нет, не я! Вы что? Ни в коем случае не я! Как вы можете? Раз я могу? А в патриархе? Помните, сколько патриарх Никон? Его не силой заставил! А преподобный Сергий? Так и отказался категорически! Вы подумайте! Ещё была даже этика! Вы знаете, что? Ну, это преподобные, скажем, это святые! Но даже и не святые, но характеризовались таким же поведением! Почему? Этика ещё была правильная! Нельзя же самому себя выдвигать! А теперь я лучший в мире! Я буду градоначальником такого-то города! И борьба идёт насмерть! Кто кого в этот раз победит! Так и думаешь, Боже мой, какой ужас! В каком мире мы живём! Вот вам образ! Образ! Действительно! Божий христианский! Он всегда сопряжён со смирением! И образ этой человеческой алчности, гордыни и так далее! В связи с этим хочу вам один момент отразить! Не перепутайте двух совершенно различных вещей! Именно! Человеческое достоинство и личное достоинство! Человеческое достоинство – я вам скажу, это прекрасно! Потому что человек богоподобен! Личное, когда достоинство моё – это омерзительно! Посмотрите, как Христос вёл себя на суде! Это поистине показал удивительное человеческое достоинство! Мне ли не говоришь? Даже Пилат возмутился! Ты не знаешь, что я могу тебе сделать? Подумайте! Его обвиняют перед лицом этого первосвященника! Он молчит! Это вообще на суде – это образ такого человеческого достоинства поразительный! И нет никакой йоты там именно личного, моего! Нигде даже элементы, никакого выпячивания нет! А что мы видим в мире, в мирском? Точно наоборот! Я, я, я! Вот-вот! Вот таким образом! Имейте в виду! Это совсем разные вещи! Человеческое достоинство или личное достоинство! Когда женщина даёт пощёчину кому-нибудь, она, в данном случае, речёт не о личном даже достоинстве! Это не потому, что меня, а потому, что я женщина! Слышите? Понимаете разницу? Вот это хороший, по-моему, пример! Потому что я женщина! А не уже это я! Слышите? Вот! Там человеческое достоинство! Женское достоинство! Там, в данном случае, оскорбляет человек! И совсем другое, когда личное! Это разные вещи! Вот так! Вот так! Продолжение следует...